Бесмилля и рахмани рахим, ассаламу алейкум и рахматуллах. Российская преступная система вынесла обвинительный приговор лидерам ингурских протестов. Масак Ужахов получил 9 лет. Ахмед Барахоев 9 лет. Муса Мальсагов 9 лет. Барах Чамурзиев 8 лет. Багаудин Хаутиев 8 лет. Исмаил Нальгиев 8 лет. Зарифа Саутиева 7,5 года. Я не знаю даже, что здесь сказать, как это прокомментировать. Я просто включил камеру. Ну нет слов. Абсолютно нет никаких слов. Им дались ровно столько, сколько запросила прокуратура. То есть даже суд не счел надобным снять, скостить хотя бы пару лет. Не говоря о том, что этих людей признали абсолютно безосновательно виновными. Не говоря уже об этом. Вот сколько запросили, столько и дали. Хотя бы это является доказательством тому, что данный приговор несет чисто политический характер. Политически мотивированный характер. И источником этого является администрация президента Российской Федерации. Того самого президента, к которому обращались митингующие. Стоя под флагами, выкрикивая российские лозунги. И посмотрите, что с этими людьми сделал гарант Конституции. Так называемый. За несколько дней до этого Путин ясно выразил свое мнение об этой ситуации, когда разговаривал с этим Сокуровым. Уже тогда было понятно, что он в курсе и что он причастен к тому, что с ними происходит. Этих людей просто взяли, несправедливо осудили. Абсолютно несправедливо, если говорить о законах Российской Федерации. Конечно, с ними можно быть не согласным в том, на что они притязали, на что они, к чему они стремились. Возьмем хотя бы меня. Я много раз говорил, что я с ними не согласен, потому что эти земли не принадлежат ни Ингушетии, ни Чечне. Эти земли являются общими землями мусульман. Ни Чеченская, ни Ингушетская сторона не была права в этом вопросе. Но эти люди претендовали на эту землю с точки зрения Российской Федерации. А с точки зрения Российской Федерации они не совершили ничего преступного. Нет в их действиях состава преступлений. Вообще. Они просто выразили свою точку зрения. Даже если теоретически предположить, что с точки зрения Российской Федерации они были неправы, то есть, что эта земля была бы чеченской, то даже с этой точки зрения, учитывая данную точку зрения, их нельзя осудить, потому что это просто их мнение. Их нельзя посадить. Назвать экстремистами, преследовать, давать такие огромные срока. Тем более старикам, которым уже почти под 70 лет. 67, кажется, одному из них. Вроде того, Барахову, кажется. Вопрос, они доживут до свободы или нет? 9 лет. Они доживут до свободы? Сколько им там осталось? 7 лет или 6 лет? Этой Саутиевой дали 7,5 года. За что? Что она такого сделала? Она кого-то убила, зарезала, изнасиловала. Что она такого сделала? Почему нам дают такие огромные срока? Выходцам из Средней Азии, кавказцам. Почему? Крымским татарам дают по 15, по 20 лет. Абсолютно безосновательно. Фабрикуя уголовные дела. Почему нас за людей не считают? Поэтому я прошу, не удивляйтесь, когда находятся люди, которые выступают против нахождения в составе России, кавказских регионов. Не удивляйтесь. Мы не хотим быть рабами. Не удивляйтесь, когда я, допустим, или кто-то еще другой называет предателями тех, кто служит этой России в Росгвардии, в Нацгвардии или как там это называется, в ФСБ, в ГАИ, ППС, в различных там, РОВД, ГИБДД и так далее. Не удивляйтесь, когда мы называем предателями военнослужащих, которые добровольно служат. Не удивляйтесь. Это предатели. Мы всегда боролись за свободу. В каждом народе на Кавказе были люди, которые боролись за общую нашу свободу. И мы считаем этих людей героями сегодня. У нас никогда не считали героями тех, кто служил России. Так почему все сегодня перевернулось? Почему мы так это делаем? Да и, Лел, вот сами подумайте. Разве их не жалко? Мне их лично жалко. И несмотря на то, что я не согласен с их политической позицией, а это люди, которые выступали за Россию, за целостность России, они не были даже, их нельзя назвать ни сепаратистами, ни экстремистами. Они наоборот газовали за Россию. Именно за это их критиковали. Я их, в частности, критиковал за это. Но несмотря на это, с ними поступили так несправедливо. И я не считаю, что они получили заслуженный этот срок. Я так не считаю. Есть люди, которые говорят, что вот правильно, раз вы заступались за Россию, за ее целостность, за нахождение в ее составе, за то, что вы говорили, что вот наши предки нам завещали быть с Россией и так далее, чтобы вы получили заслуженный этот срок и так далее. Есть такие люди, да. Я так не считаю. Я считаю, что эти люди жертвы обстоятельств. Жертвы собственных убеждений. Жертвы этой системы, преступной, грязной системы, которые отравляют общество. Мы для них никто. Ни выходцы из Средней Азии, ни кавказцы. Мы никто. И не важно, кто там будет сидеть. Вы не думаете, что если мы посидим на раскаленной плите подольше, что нам станет лучше? Нет, не станет. Становится все хуже, хуже и хуже. Когда Ельцин пришел в ту же Ингушетию, говорил, ассаламу алейкум, сколько там прошло? Полтора года или два года прошло. И что случилось с Ингушами, мы знаем. Полностью, при огромной поддержке российских войск, при поддержке тяжелой техники, специально завезли националистов и вывезли ингушские семьи. Все это было сделано Кремлем. Сегодня нас сажают, возьмем, к примеру, те же ингушей, сажают, прямо на улице расстреливают с подачи Кремля. В ЦП, Ингушском ЦП, людей пытают. И только редко этих людей сажают. А когда сажают, через два-три года они выходят. А этим дают девять лет. Девять лет. Девять, восемь и семь с половиной. А те выходят, преступники, которые людей пытали, выходят через два-три года. А потом опять получают должности. Как это так получается? Почему? Они безнаказаны. Почему у нас сегодня такое плачевное, такое низкое, униженное, рабское положение? Поэтому я не могу слушать, когда мне говорят про какую-то государственность, про то, что в той же Ингушетии, я сегодня говорю именно о Ингушетии, что в Ингушетии есть какая-то свобода слова, что вот ингуши свободны. Возможно, они более свободны, чем те же чеченцы. Да, возможно, да. Но они такие же рабы сегодня. Имеется в виду те, которые там живут, в Чечне, в Ингушетии. Они в рабском состоянии. С ними делают все, что хотят. Прямо на улице расстреливают, похищают, убивают, фабрикуют уголовные дела. Я уже не говорю о том, что из их кармана похищаются деньги. Я сейчас не говорю о финансовой составляющей. Как на практике, мы замечаем, что финансовая составляющая, она более важна для людей, чем какие-то физические истязания, какие-то пытки и так далее. Люди больше волнуются, когда кто-то засовывает руку, сует свою руку им в карман. Но когда людей похищают, убивают, они меньше, меньше волнуются, пока их это лично не коснется. К сожалению, таковы сегодня реалии. Таков меркантильный человек. В Европе есть полно ингушей, которые здесь живут, имеют документы. Возьмем хотя бы моих родственников, которые здесь живут. Я плохой. Я им проблемы создаю. Но ведь когда находитесь где-то, допустим, на кухне, то вы готовы говорить о политике, о мировой политике, о геополитике. И вы самые лучшие эксперты. И спроси вас, то нет ни одного народа, который такой храбрый, достойный, смелый, как ингуши. Так сегодня, почему вы молчите, я еще раз говорю. Это я в первую очередь своим родственникам говорю. Я плохой, но вы-то хорошие. Выступите, хотя бы сделайте митинг в поддержку этих людей. Не за землю. Нет, не за землю. А в поддержку этих людей против России сделайте. У вас есть документы. В Европе полной ингушей. В Турции полной ингушей. Создайте какое-то движение антироссийское за независимость. Так же, как это делают там чеченцы. Пусть дагестанцы тоже так же сделают. И другие народы. Среди ингушей, которые активно, как-то, открыто выступают за независимость, это вон Аушев Адам, Абу Кавказ. Вон тот же Албаков Шамиль, который является частью ассамблеи чеченцев в Европе и связан с Бартмаршу. Кажется. Вот они вдвоем, но они по отдельности работают, они не совместно работают, но так или иначе. Вот которые открыто работают, это два ингуша. Больше я не знаю ни одного, которые открыто бы, я подчеркиваю, открыто бы работают. А чеченцев полно. Почему я говорю? Ведь есть полно здесь в Европе ингушей, которые так же говорят, что они против России, и что они за независимость. И у них есть документы, так почему вы молчите? Оставьте эти участки дома, эти ваши фундаменты, эти стройки. Оставьте все это. Начните делать реальные вещи, которые нужны. Возьмем тоже фортангу. Вы и так уже экстремисты. Для России вы и так уже экстремисты. Начните говорить о независимости Кавказа, да хотя бы ингушетии, как это делают сторонники Ичкерии. Хотя бы это. Начните уже говорить. Националисты, которые говорят, си дуат что полна ахай ши феналда в аллай никогда тамбе арбати валашти и кунгильб эти фенале аргоал Sagda вона уставди от да ти аж тамел дэр штат нах болт в националисты паркома блогич идеял ваш текай пышна со на листи же но чтепы быш視 그 преимуще насан масна букыш так сандух мелочи галлаж но к дуа и шоу но удача я а за галлаж но да да снега санта табиоли за независимость обе алдишь холли из стоп сколько уже можно дата хам холиш дом моя кит его шкуняк дару галлаж мекта дать извозь третий 10 а тояли о козды деса скамял если вы не можете хотя бы европе бар джаде шорт мобилус и у ингушей в европе намного больше возможности чем у чеченца в европе потому что когда чеченец выступает то его родственников пристают прессуют дома кадыровцы в этом плане у ингушей больше свободы их так активно не будут прессовать по крайней мере не прессуют то есть у ингушей меньше отговорок чем у чеченцев имеется ввиду тех которые живут в европе или в турции но за пределами российской федерации начните говорить начните если к примеру нет возможности создать сразу же какую-то группу ингушей в частности я говорю хотя я противник того чтобы объединяться по национальному признаку если нет такой возможности присоединяйтесь к протестам к митингам сторонников и чкерии вообще сторонников независимости кавказа к ним присоединяйтесь возьмите ингушские флаги придите туда встаньте рядом с ними начните делать хотя бы что-то начните говорить сегодня нужны эти люди нужны люди которые будут понимать местную проблематику в чечне в ингушетии в дагестане в карачаево черкесии и так далее и так далее нужны люди которые будут выступать за независимость да вы сразу же станете экстремистами да в отношении вас начнут возбуждать уголовные дела как возбудили к примеру в отношении меня в отношении меня уже возбуждено уголовное дело уже я нахожусь в розыске в россии почему только потому что я сказал что мы не хотим праздновать 9 мая потому что это не наш праздник потому что в этот день нас мы находились в ссылке потому что советский союз наравне с нацистской германией развязал вторую мировую войну когда поделил вместе с гитлером европу и тому подобное потому что советский союз расстреливал людей хотя бы поляков в катыни тысячами их расстреливал десятками тысяч польскую интеллигенцию они вырезали полностью расстреляли их за это мне возбудили уголовное дело одно это одно дело и подали меня в розыск я уже вроде там экстремистом числюсь а возбудили уголовное дело ингуши ингуши в отношении меня возбуждает уголовное дело потому что я сказал что мы не хотим праздновать этот праздник 9 мая потому что в этот день чеченцев ингуши и другие народы были сосланы в среднюю азию в сибирь и так далее и ингуши возбуждают в отношении меня уголовное дело и одетесь до того униженных ларба 2 комбитис сел кали ма и батюш халадите 2 ком я понимаю если бы там возбудили в отношении меня там не знаю другие народы которые не связаны с этим с этой историей когда это делают ингуши и чеченцы это стыд и срам это позор я дышу а нас это стыд и срам поэтому я стою на в той позиции и буду иншалла стоять пока у меня есть такая возможность пока я не нахожусь в плену пока я на свободе пока я здоров жив что любой человек который служит этой россии в ее системе будто политиком не знаю депутатом главой региона ментом в гаи в ппс гбдд фсб в кгб в гороу в росгвардии военные неважно где он там служит имеется вину именно военизированные структуры то этот человек предатель и все мы должны так говорить свои горгал вали из мало вар вали из балху вали из войдя ве щему али из война назвал вашу ли звать давали девушку ли за предатель был без нужно это выводить в ранг стыда и позора нужно отходить от того чтобы считать героями каких-то военнослужащих евкуров фонях пиаре евкуров и ярмалуза кадыров уняк пиаре будь прокляты кадыров титамы евкуровцы я жязду сейчас пишут под этими постами о о приговоре этих этим лидером ингушских протестов не оттуда идет все это да эти люди тоже за в этом заинтересованы да несомненно они приложили в этому свою руку но вся идея исходит из кремля из этой системы нам нужно систему менять нам нужно менять идеологию полностью а для этого нам нужно отсоединяться от этой преступной системы то есть мы не можем находиться в ее составе и одновременно пытаться излечиться нет она нас отравляет нам нужно создавать свою собственную свое собственное общество свое собственное государство независимое от них иначе никак начните уже в этом направлении думать как то действовать учите своих детей говорите им что каждый мент это каждый военный ингуш там и так далее что это предатели говорите если вы работаете там уходите с этой работы плевать идите в огород работать торговли займитесь на чем угодно на стройку идите но не работайте в этой преступной системе не баллотируйтесь в эти депутаты какие-то там еще другие административные имеется ввиду государственные какие-то структуры я не имею ввиду теперь учителей врачей пожарников мчс ников я их не имею ввиду я имею ввиду именно власть а также какие-то суды прокуратуру и так далее не идите не работайте там это преступное я уже не говорю о религии потому что с точки зрения религии это вообще запрещено это почему-то не разъясняют те же ахлесун на которой там в ингушетии находятся но разъясните хотя бы вы эти вопросы если вы не можете это разъяснить потому что вам к примеру вам это запрещают и так далее то хотя бы не порицайте тех кто порицает эту власть хотя бы их не порицайте это касается уже всех то есть учите своих семей своих детей своих родственников тому что служить этой власти это предательство учите их тому что порицать тех кто порицает эту власть это плохо учите этому пора уже избавляться от этого рабского клейма волна и билла это лаги это рабское клеймо нет там никакой государственности нет ни в чечне вы не в ингушетии не в дагестане нет никакой государственности мы находимся сегодня в рабстве когда мы это уже поймем мацкеттэдэсхам что касается этих людей то что этим заключенных политических заключенных то пусть всевышний аллах освободить их пусть всевышний аллах освободить их и накажет тех кто принял участие в этой несправедливости в отношении них и пусть всевышний аллах образумит этих людей и всех нас пусть всевышний аллах объединить нас на истине на той истине которая является единой и которой он будет доволен вассаламу алейкум варахматаллахи вабаракатаху и и Продолжение следует...